друзья всем привет сегодня хочу поговорить о качестве горшков и о размере горшков для суккулентов сегодня на минутку выглянуло солнышко комнате стало намного ярче уже как-то поднимается настроение это было небольшое отступление так вот качество качество и размер горшков сейчас на рынке появилось очень много производителей различных видов горшков и разлили различных их типов каждый кулик свое болото хвалит это всем известно но что я для себя как какой вывод я сделала вот уже разводя суккуленты несколько лет какой вывод для себя я сделала и что решила какому выводу пришла горшки бывают разные ну первые горшки распространенной достаточно это не глазурованная керамика плюсы таких горшков плюсы это минеральная составляющая этих горшков то есть он сделан из обожженной глины то есть сам по себе горшок уже минеральное вещество второй плюс он устойчивый то есть в нем можно выращивать такие растения с увесистой кроны как красулы оваты и их гибриды также плюсом является то что он красивый эстетический вид его симпатичный минусы таких горшков он тяжелый то есть если у вас большое скопление таких горшков на подоконнике или на какой-то полке полка совме со временем начинает провисать это факт также минусом является то что внутри него со временем образуется белый солевой налет он приводит к защелачиванию почвы то есть понижается ph почвы а как известно почва для различных растений должна быть определенно определенную ph допустим таким а зале листовым растением комнатным как азалии как забыла забыла название пробовала я его развести однажды но учет у меня так и не получилось во первых слишком солнечная сторона у меня для него было как же называется как же он называет а гордение гордение такая она жесткие листики у нее темно-темно зеленые глянцевые и необыкновенно красивые большие с душистым запахом цветы ну шикарное растение конечно я от него без ума но у меня что-то вот с ним не сложились отношения ну так вот для этих растений такие как азалия гордения для них нужна кислочно-щелочная почва то есть защелаченная кислая почва суккуленты же в такой земле не растут и вот керамические горшки со временем они защелачивают почву и суккуленты уже теряют свой внешний вид хуже растут хуже размножаются цветут ну то есть вот почва конечно же это основная составляющая для роста ваших растений меня есть один керамический горшок но он не чисто керамический он сейчас покажу вот он стоит сейчас приближу вот он в форме не знаю как дотянуться в общем короче форма разбитого горшка разбитой вазы он покрашен изнутри он керамический просто керамический а снаружи он слегка покрашен ну как декорирован немножко вот тут у меня растет в нем стапель и и какой-то там очи так затесался я уже на него не обращаю внимание что он вытягивается уже как-то становится ровно вот это единственный горшок мой ну достаточно он тяжелый до следующий вид керамических горшков это горшки тела мическом керамические глазурованные таких горшков у меня несколько вот в одном из них растет красу лавата денежное дерево этот сорт красу лавата gold сейчас она зелененькая такая какая-то непонятно ну вообще камеры совершенно другой цвет снимает сейчас она сочная здесь она какая-то бледная камеру так вот у него очень увесистая крона стебли стволы у него уже тяжелые листик лават тоже вы знаете что очень сочные утяжеленные и поэтому для таких растений нужны горшки именно тяжелые чтобы растение стояло устойчиво не свалилась не поломалась и не было там всяких разных казусов вот следующий горшок у меня еще также керамический глазурованный но цвет искажается он насыщенно зеленой такой малахитовый эстетический вид их прекрасный он подойдет для декорирования вашего интерьера растение в нем в них смотрится нормально но какие минусы это были плюсы какие минусы таких горшков также также как и не глазурованные они тяжелые то есть вот я не знаю этот горшок сейчас поднять прикладывать нужно очень много усилий слишком он тяжелый особенно когда там земля да еще если она полита очень тяжелый то есть нагрузка на подоконник идет аховая также если этот горшок стоит на подоконнике если на улице холодный период и этот горшок охлаждается от стекла охлаждается он сам охлаждает почву охлаждает корни и держит этот холод за счет того что нет сквозь стенки испарения если не глазурованный горшок он испарение делает влагу влаги сквозь свои стенки так как он является пористым то здесь вот эта глазурь она не дает проникать воздуху то есть она полностью купирует это все и поэтому в два раза увеличивается риск загнивание загнивание корневой системы у меня в этом горшке вот этот садик он растет уже наверное года три может быть даже больше и вот седум с баумера который в нем растет вот этот ну вы видите да ржеватые листики которые большое растение высокое вот этот седум он неприхотливый он наиболее стойко относится к загниванием своих стволов но вообще вредителем такой он достаточно неприхотливый но вот это их и вере и она сейчас смотрите опять потянулась мало есть света вот это их и вере и дорис тейлор она несколько раз у меня здесь сгнивала когда я только посадила садик она сгнивала потому что слишком холодно было ей слишком наверное много влаги я давала то есть если вы вот такой горшок заводите обязательно проделывайте где нибудь незаметно дырочку просверливать у меня этого нет просто я объясняю как должно быть правильно в таких горшках вот где-нибудь здесь дырочку вот здесь дырочку вот несколько дырочек для доступа воздуха к корням это раз также вот в нем одна маленькая крохотульная дырочка как дренажное отверстие я со временем уже даже землей проделала несколько дыр дополнительных чтобы влага лучше стекала я не знаю для чего производители делают такие огромные горшки с такой маленькой дырочкой ведь известно что любое растение даже не только суккулент а вообще любое растение оно хорошо растет в дренированной почве потому что нет закисания почвы нет образования каких-то гнилостных бактерий если у вас хороший дренаж ну вот не продумано то есть основной упор у этих производителей на эстетику а о качестве и о жизни растений они не задумываются так следующие горшки бетонные бетонных у меня к сожалению или к счастью у меня их нет но однажды я хотела себе бетонное кашпо у меня вообще было дикое желание посадить бетонное кашпо садик я начала на ю тубе искать видео как сделать бетонное кашпо наткнулась на на какой-то там западное видео на иностранном языке ну там как бы речь не она она была не особо важная там просто сам процесс изготовить изготавливания из бетона несколько слоев тряпки макаешь бетон натягиваешь на форму это все высыхает затем на него дальше форма такая получалась как распростертая лилия в общем все у меня получилось получились они достаточно красивые я к сожалению вам сейчас их показать не могу я их отнесла на улицу у меня в них сейчас растут симпер виру мы нормально они себя там чувствуют в них вот но домашние суккуленты я из них удалила почему я их также покрасила краской один был у меня такой ближе к болотному перламутровый блестящий с блестящим оттенком второй был бронзовый но красивые они были внешний вид у них был симпатичный мне нравились я посадила в один садик и за хиверия в другой посадила садик из хавортий сделала хаворти еще были маленькие хиверии тоже и вот я обложила все камушками поставила там своих динозавров ну прям вообще прерии прерии доисторический период но вот хиверии как-то более-менее нормально еще в них в нем росли так как у них корни мочковидные и они распространялись больше по поверхности у хаворти же корни у многих хавортий корни они плотные толстые реповидные и эти корни стремились вниз как известно и когда они достигали определенного промежутка определенного места в горшке внизу то там застаивалась влага заставилась она там в большом количестве если если сверху почва была сухая даже вот недели три они были не политы сверху почва сухая я их поливаю через три недели хаворти не растут да что такое да что такое потом смотрю начали вянуть прям стали вяленькими я их разрыла оказывается вот этот нижний слой бетон совершенно не пропускал влагу он ее настолько мощно держал что вот это вот вся влага которая стекала она оседала на дне горшка то есть уже вы даже выше дренажа она была и естественно хорни корни хавортий они были в этой земле в мокрой и они начали успешно загнивать я их реанимировала все их удалила все их пересадила в пластиковые горшочки и эти горшки на списание отнесла в гараж там у меня небольшой маленький дворик и вот там я сейчас выращиваю симпервиумы в них бетонные кашпо точно также различные формы различных окрасов делают их и с эффектом старения состаривают их красками декор конечно на высшем уровне высший пилотаж но вот суккулентом моим по крайней мере суккулентом них не понравилось не понравилось и я от таких горшков отказалась следующий вид горшков это пластмассовые горшки пластмассовые ну для себя я пришла к выводу что в пластмассе прекрасно себя чувствуют суккуленты они прекрасно растут если размер небольшой то они нормально почва просыхает в общем это для меня самый лучший самый оптимальный вариант они легкие они устойчивые растения также в них смотрится эстетично несмотря на то что они сами по себе невзрачные ну и конечно если поставить глазурованный горшок какой-нибудь необыкновенно с необыкновенной росписью и вот этот маленький беленький конечно же глазурованный побьет все рекорды по красоте но я думаю что если они у вас одинаковые если они у вас ровно стоят то растение в них также смотрится эстетично и также создается ощущение порядка на ваших полок чистоты поэтому для себя я пришла к выводу что пластиковые горшки вполне даже приличные какого размера они вернее какой формы но это уже каждый для себя решает как им удобно я прихожу к выводу что конечно же самой оптимальной формой для суккулентов если они у вас большом количестве является квадратный горшок круглых у меня тоже есть несколько вот в этом в пластмассовом круглом вот это вот эхиверия пульвината стрикта растет вот сейчас зацветает также вот пропузором у меня растет успешно растет в этом круглом горшке так большие на круглые не выставляла сюда но и да ладно это как бы пример не особо и нужно выставлять большое количество вот в отличие от квадратных горшков круглые если их поставить то вот сдвинуть их один вот здесь 2 вот это вот вот этот треугольник он занима будет занимать полезную площадь то есть здесь будет пустота сюда уже ничего не воткнешь а квадратные они становятся ровнее как друг другу то есть максимальную площадь которую вы можете дать своим суккулентом они занимают в полном объеме это конечно же плюс но есть небольшой минус в этом сейчас поставлю на паузу долезу на полку смотрите вот минус они очень плотно друг другу квадратные горшки и со временем разрастания розеток циркуляция воздуха становится меньше то есть воздух мало поступает сюда сюда потому что листья заполняют суп все пространство вот это минус конечно же ну опять же нужно выбирать размеры этих горшков соответствии с розеткой вот этой розетки конечно же этот горшок уже нам мал но я не пересаживаю из-за того что если пересадить ее в больше горшок она вымахает в два раза и тогда вообще я никуда не поставлю ну вот просто сдерживать поливом проветривать комнату но так проветривать чтобы не было сквозняков я открываю окно наверное раза три в день минут на 10 на 15 чтобы был доступ свежего воздуха растениям вот как-то с этой бедой справляюсь это не беда так небольшой нюанс когда растение разрастаются теперь поговорим размере размер горшка для суккулентов должен быть в идеале не больше чуть больше розетки вашего суккулента на 2-3 сантиметра максимум на 4 вот тогда растению будет комфортно тогда если растение маленькое горшок маленький почва просыхает меньше риска загнивания корней и вообще и больше растений влезет также горшки подбираются по корневой системе то есть если корни мочковатые если корень 1 1 просто распространяется по поверхности горшка если они особо не углубляются то горшок нужно пошире для этого растения если горшки вернее корни у растений репа видны и репа видны и мощные толстые и устремляются вниз вот как у хавортий то горшки нужно подбирать соответственно корням горшок должен быть более менее высокий для этого растения вот этот горшок прекрасный он высокие ширина его ширина его 9 сантиметров высота наверное 12 и поэтому вот настолько здесь у меня насыпан дренаж наверное на одну треть дальше смешанный грунт поэтому растение чувствует в нем себя комфортно я сажала одну детку маленькую это гибрид хаворти опту закупку перри на свет она сейчас нет солнца я обожаю эти растения просматривать на свет вот смотрите хрусталики прозрачные обожаю просто обожаю ну просто камера моя не снимает это вообще прям прекрасный хрусталей так этот это растение ну я рассказывал что это растение вот оно было в садике чахло 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 после того как я его пересадила в этот горшок отдельно а было в садике в бетонном кашпо вот после пересадки она чуть-чуть подумала наверное с месяц и пошло расти и вот выдала уже это вот основное было как бы материнское растение это детку я сажала вот вот эта розетка а вот это детка смотрите на какая жирная смотрите какая она пузатая она уже по размерам но по количеству листьев она меньше но по размеру листьев она превосходит даже мамку в два раза сравнить лист вот этот он очень крупный и сравнить лист вот этот ну тоже неплохой но достаточно мельче и вот еще у него одна деточка лезет в общем ей хорошо она начала здесь размножаться она сейчас зацветает но цветение хаворти я вообще не отношу ни к чему ну если еще одна какая-то зацветет хотя маловероятно вот здесь вот был цветонос попробую опылить ну наверное сейчас не с чем будет опылять может быть тесилата у меня еще там зацветает японская может быть с ней попробовать будет у меня супер гибридное растение ладно в общем я уже сказала что размер горшка должен также отвечать размером корневой системы растения маленькая маленький горшок маленькая емкость если в него посажены растения ему уже тесно она замедляет рост вот смотрите я для сравнения сюда поставил 2 эхиверии это эхиверия миксенсис зарагоза white форм то есть белая на солнце на становится белая белая сжимается полностью в такой колючий клубочек прикольная на очень так вот вот этим двум растениям они практически одного возраста это растение я посадила сразу вот в эту семерку это же растение осталось в четверке и не развивается но но не умирает она вполне себе так неплохо держится но больше напоминает вид детки на самом деле они практически одного возраста также вот у меня погибла летом эхиверия сугар сахар каким-то чудом уцелел листик он долго лежал лежал вот на нем появилась эта деточка я на ней не дышу и посадил ее вот в этот горшочек надеюсь с прибавление светового дня она прибавит в росте и у меня будет опять это растение по этой зеленой детки ничего нельзя сказать какого будет она плана она похоже будет знаете на что форма у него где-то будет вот такая она листья будут вишневые вот как вот этот и вот это эхиверия черный рыцарь так это размерах горшка ну то есть горшок должен соответствовать размеру растения должен быть чуть больше чтобы растение нормально в нем развивалась но не намного больше потому что в большом объеме корни будут загнивать влага не будет испаряться и потребляться корнями в должной мере и растение будет расти хуже может даже загнить ну вот в моей коллекции основная масса горшков она вот такого типа вот как вот этих абортий растут как вот это эхиверия орион вот в таких горшках в девятках у меня сидит большинство растений наверное не знаю ну штук 70 может быть горшков есть еще не использованные вот те которые вчера получила по почте тоже буду в них сажать сейчас немножечко расскажу о них так дальше у меня горшки вот такого плана пластмасса достаточно прочная они не вихряются вот нажимаешь его он не продавливается вполне себе приличный но я к сожалению мало таких заказала горшков вот у меня их сейчас нет надо как-то этим заниматься вопросом потому что девятки порой для многих растений они великоватые так еще горшки когда у меня закончились вот эти я начала появились еще растения я начала панически искать себе тару для посадки таких горшков не нашла таких тоже не нашла на них я уже потом вышла но увидела в цветочном магазине вот эти вот эту пластиковые стаканчики для рассады сейчас я выну у меня они стоят один в другом почему один в другом потому что сам по себе если ставить сажать в одно они очень мягкие то есть вы будете брать растение вы руками будете сдавливать горшок корни будут травмироваться конечно же он должен быть попрочнее но я вышла из этой ситуации поставив один в другой но смотрите берешь между ними там небольшая пустота и продан надавливаешь и уже все нормально и растение в них очень даже себе неплохо растут вот смотрите пахеверия шейдекере выдала мне летом в этом горшке уже пересаженным вот таких две детки 1 с нее продала вот вполне себе прекрасный вид у этого растения ничем не хуже пластиковых ничем не хуже хера керамических вот это точно такой же пластиковый стаканчик белых не было пришлось добирать розовыми вот этот валентина у меня их и верия сидит в белом горшке они все с дренажом дренажные отверстия у них дренаж вот смотрите они все продырявлены и вода стекает хорошо точно так же и вот эти там дырки есть не достану нормально это их и верия кубик frost тоже прекрасно растет в этом горшке также смотрите вот мексикан джиант розетка прям огромная горшок семерка она уже смотрите раскинула листья еще наверно сантиметров на 6 не вполне себе прекрасно чувствует в этом горшочке говорят что это тара ненадежная я так не считаю очень даже замечательно вот это растение вот эти растения этому пример также я еще покупала по моему ваша не ливера мерлин набор вот таких горшков мне не понравился цвет я бы конечно больше купила были бы они белые я бы купила больше но так как они были зеленые салатовые мне не понравился цвет я их покупала только из-за того что мне было нужно срочно посадить свои цветы в них в нем у меня но вообще их по моему 12 штук на подносе я принесла только один для примера вот в нем у меня сейчас растет котеледон с пенденс неплохо тоже растут в них они также дренированные там дренаж у них съемное дно но но это я продырявляла сама брала нож раскаленный раскаленный потому что то что какая влага вытекала из этого съемного дна меня не устроило я делала дополнительные дырки ну и все вот точно так же символом слагуна санчес точно также растет в этих двойных стаканчиках для рассады вполне себя неплохо чувствует вот это в общем у меня их много вот таких горшков в основном три типа три типа которые меня устраивает это вот этот белый семерка сдвоенные стаканчики для рассады и вот эта девятка пластиковая 9 на 12 как фотография 9 на 12 а ну да еще вот эти у меня горшки есть вот таких несколько но опять же я их брала из-за того что не могла найти стандартные вот такого плана вот таких у меня наверное штук может быть 67 горшков ну что мне не нравится они шершавые шершавые в них забивается грязь очень сложно отмыть тот же то же самое с вот этим горшком у них здесь они даже с поддоном с таким с поливом с дополнительным то есть можно поливать в поддон но это я не делаю вот такие горшочки вот этот у меня растет мальчик хавортия или девочка не знаю красала хоббит голум вот для этого растения у него мощнейший ствол смотрите какой толстый на камеру как-то не очень толстая так уже ствол наверное в диаметре наверно сантиметров уже будет больше 10 наверное диаметре вот этот мощный ствол тяжелая крона этот горшок конечно же совершенно не подходит для него вот за крона чуть трогаешь и он уже начинает шататься качаться это не есть хорошо буду его пересаживать срочно в тяжелый в керамический в такие горшочки я сажаю маленьких деток опять же потому что у меня нехватка квадратных горшков а так я от круглой формы бы отказалась вот эти растения которые я вчера получила я их буду сажать вот в эту девятку конечно бы им надо размера горшка семерка это было для них идеальным вариантом но семерки меня нет вот этому растению наверное это выращенная уже собственными руками ну вот здесь будет нормально смотреться и нормально ему там будет и по пространству а вот этим конечно же этот горшок будет великоват буду сажать их садиком вот по четыре штучки в горшок пока они примутся пока они одумаются а там может быть подкуплю беленьких семерочек вот так вот они у меня будут расти наверное посажу только вот одну вот эту raindrops нормально ездить будет да ну все вот это все что я хотела сказать вам о размерах горшка об их форме и об их качестве это был небольшой обзор моих горшочков все всем пока пока